Немножко сбавили ход, и можно, потому что такой шум невозможно. Ну вот она, да, такая. Зелененькая. Не такая большая, в сравнении совсем тут. Здорово, да, символ Нью-Йорка, символ Америки абсолютно. Ну вот, чтобы вы понимали, что я не с интернета фотографии, то есть видео, то самое, скачиваю. Вот она, да, для меня остатка свободы. Холодно очень, ветер шуткий. Тем не менее, она здесь, да. Сегодня зашли на Челси Маркет, и здесь такое пространство интересное. Необычные всякие магазинчики. Здесь очень много всяких сувениров, можно необычных приобрести. Еды. Здесь очень много разных кафешек в таком стиле лофт. И вот тут шоколад можно купить, и все. В общем, очень интересное такое, забавное. Типа завода такое помещение. Вот. И здесь довольно много народу. В общем, я советую, потому что здесь на самом деле можно найти что-то необычное. Потому что я столкнулась в Америке с тем, что очень много масс-маркета и магазинов, в которые ты хочешь найти вот что-то такое интересное, и не то, что встречается везде. Их не так много. Вот. А здесь мы как-то так вот зашли. И тут интересно, и тут прикольно, и тут можно вообще целый день провести. Купить и еду, и специи, и мыло, и украшения, и одежда. В общем, ну, интересно такое пространство. В общем, советую всем, кто здесь окажется. Челси, Челси-маркет просто набирайте, и все найдется. Челси, 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 Челси. Челси, 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 Челси. Мы отыграем с вами перед пирамидой. Перед пирамидой, вот мне мы в последний раз были. Девчонки споют. Идегар. Майки. И справится вот там. Мы споем в академической расстановке. В академической расстановке. И потом там сыграем с девчонками опять кругом. Абрекс. Настя, я тебя попрошу. Абрекс. Либо слиться, либо в конце уйти. И прийти сюда. Можешь попробовать вот там, где эксит? Вот туда. Настя, допустим, начнет там петь свою песню. А мы с вами. Ну что же, дорогие друзья. Подводим итог. Наш американский тур в некотором роде. Часть тура, которая прошла в Америке, завершена. Сегодня мы отыграли последний здесь Requiem Verdi. И уже завтра мы летим в Берлин, где мы с Берлинской филармонией теперь будем играть. Оркестр у нас отправляется на родину. Домой. А мы с Берлинской филармонией будем играть тоже Requiem Verdi. Очень интересно, как это будет, что будет происходить. Посмотрим. Летим в Европу. На самом деле, впечатлениями могу немножко поделиться по поводу Нью-Йорка. Много вопросов задают люди, спрашивают, как Нью-Йорк, понравилось, не понравилось. Могу сказать только за себя, что Нью-Йорк, конечно, город огромный, город интересный. Я считаю, что в любом городе всегда есть куда пойти, что посмотреть. Здесь, конечно же, очень много интересных мест, которые стоит посетить. Но это не мой город. То есть я не могу сказать, что я себя здесь чувствовала как дома. Это интересное место, просто другой континент, который я никогда еще до этого момента не видела. Город огромный, город очень грязный. И очень много разных неприятных моментов, например, запахи какие-то из кафе. Очень много надоедливых разных нищих на улицах. Ну, такие вот вещи, которые, в принципе, есть, наверное, везде. Париж тоже не исключение, в принципе. Метро грязное. А так, в целом, конечно, было очень интересно здесь побывать. Очень интересный новый зал, в котором мы выступали. Очень было здорово. То есть это какой-то такой новый, новый экспириенс, новый опыт, который мы на себе опробовали, испытали. И надеюсь, что мы еще вернемся сюда, потому что было бы интересно еще здесь побывать. И не только в Нью-Йорке, но, возможно, и в других каких-то городах Америки. А завтра мы летим в Берлин. И продолжу для вас снимать по возможности показывать, как мы здесь и что у нас происходит. Всем привет и до встречи. Большое. Открываешь дверь. Окно. Растворил я окно. Занавески, шторки. А это что, маленькие шторки? Рымуги даже. Маленькие шторки, да? Кухонные такие. Он меня посыл в купить. Идите за к нам. Да. Ну, замешайтесь. Я хотел одеться после душа. Там, как раз таки, ну, с вечера помылся, как бы, и спать. А утром, в хорошем настроении, а там, открываю, а там. Подоконник. Да. Шторки открыл? Да. Да. Огно. Шторки открыл? Верхняя шторка, хорошо, показываю. Подсказку. Нет, не шторки. Ставлю. Нет. Саша. Лучше бы самка бегемота была. Да. Давай в жет. Если вы не хотите, Субтитры делал DimaTorzok И мы идем на первую репетицию с Берлинской филармоник Вот, собственно, здание Берлинской филармонии Мы здесь несколько раз уже выступали И зал очень хороший Вот сейчас посмотрим Берлинской филармоник еще не пели Берлинской филармоник Берлинской филармоник Субтитры подогнал «Симон» 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 Все проходит хорошо, замечательный оркестр, прекрасная медная духовая группа, замечательные ребята. Ну, вообще в Германии браз всегда силен был, то есть школа у них медных духовых очень сильная. И вообще оркестр отзывчивый, они хорошие ребята, очень нам рады, очень рады с нами повстречаться, отмечают, что с нами работать им очень легко, очень нравится. Я разговаривала с несколькими участниками оркестра, и они говорят, что им все очень нравится. Нам тоже все очень нравится. Сегодня первый концерт, удачи нам всем, и завтра будет прямая трансляция, которую можно будет посмотреть. Я думаю, что вы все найдете, все увидите. Некоторые из вас написали, что будут на концерте. Будем рады вам, и до встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Мы отыграли сегодня последний в этом туре Requiem Verde, и сейчас у нас небольшая автопати-вечеринка. Вот мы только что приехали, идем внутрь. Без Бриланка у них, без пивного. Да, обязательно. Вау, Алина, какой-то моднялый. Бриланка у них, без пивного. Бриланка у них, без пивного. Бриланка у них, без пивного. Я очень счастлива, что все здесь в Радиан-Системе. Мы с вами говорили, что это очень хорошо. Хорошо, хорошо. Спасибо, Део. Спасибо. Я просто хочу добавить немного коньяк в мою пакет. Я хочу сказать несколько слов, которые очень важны. Первое, я скажу в русском, вы переводите в английском. Это наш язык. Первое, что я хочу сказать, это то, что жизнь, это такое непредсказуемое вещь. Первое, что я хочу сказать, это жизнь, это непредсказуемое. Спасибо. Я хочу сказать, что жизнь будет играть на черные клавиши, чтобы играть на белые. Следующий раз, что жизнь будет играть на белые клавиши, чтобы играть на черные. Вот. Что я точно понял. От того, что совсем не понимаю, потому что я вообще очень мало. Чем больше стал понимать, я понял, что я ничего не понимаю. Это что самые интересные вещи это те, которые находятся в этих дырочках между белой и черной клавишей. И дело в том, что язык, который мы изобрели, и понятия, которые мы имеем в нашем мире, в наших общениях, они очень ограничены. Они немножко примитивнее, сравнительно с большой богатством, незнакомых ощущений, которые носим внутри себя. В этом и приходим в тот момент, где мы занимаемся музыкой. И музыка – это единственный наш инструмент, который расцикфлюет вот этот непонятный язык на земле. Это язык ангелы. Это язык сна. Это язык любви. Это язык новой жизни. Это язык новой конституции. Поэтому говорить этот язык, если ты не вывез в понятиях этого языка, тогда ничего не получается. Ты можешь учить читать по-китайски, прекрасно, но ты не понимаешь, о чем ты говоришь. И ты можешь учить китайский и понимать то, что там написано, но не чувствовать, что там написано. И можно научить китайский, понимать и чувствовать то, что там внутри, но не чувствовать, что за словами написано. Или ты можешь учить китайский и понимать то, что там внутри, но не понимать, что там внутри. Вот музыка, короче, это такая мука, бесконечная мука, бесконечное мучение, которое наш знакомый, познакомый объединяет. Смотрите, музыка, пароче. Это перманут и алипот, тормент, алипот. Тормент, алипот, ловите в полное. Но это... Это всё- что-то приводствует к нам. И тоже- Это тормозит, который дает компенсию, дает компенсию, к другим другим другим. И еще, это еще еще больше. Это это... Это как бы sacrifice, потому что, в том числе, что мы делаем, если мы действительно даем на то, что мы делаем, то, что мы делаем в дайв, это как бы пить на нём на банке, на КВИН, с людьми, и пытаться сделать лекарство вон 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 вон. Это трагичное и красивое. Потому что все трагичные вещи Истинья Вы лугали Свои речки Пците К вечному Творцу Пците К вечному Творцу Не найдете Вы овечки Ох Котору я тужу Ох Котору я тужу Я на взор Твой поспешаю О Любезный посты Мой О любезный Посты Всю себя Тебе вручаю Столь Приятен Двой Столь Приятен Двой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы прилетели в Париж Двадцать четыре человека И вот сейчас я вам показываю То место, где мы будем выступать Для Сценмузикаль Там с Винсаном Деместром Мы будем петь концерт послезавтра Ну и вот мы живем В таком новом районе Напоминает немножко Нью-Йорк уже И вот здесь вот Да, новые всякие дома Строения такие Мы через мостик Переходим Сено Через мостик И вот сюда Сейчас идем на новую Площадку И первая Первая репетиция Угадайте, кто здесь Как говорится Спасибо Спасибо Удачи 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 Уд sentido Удачи КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, дорогие друзья! Мы все еще в Париже, но сегодня уже отправляемся домой, в Санкт-Петербург. Вчера у нас прошел концерт с La Poème Armonique и сыном Дюмес. Прекрасный был концерт, замечательные музыканты, всегда с ними очень приятно работать. Сейчас мы летим в Петербург. Это был большой тур с Requiem Verdi и мы проехали довольно много. Мы побывали в Афинах, мы побывали в Нью-Йорке, в Берлине. И вот сейчас 24 человека мы побывали в Париже. До новых встреч! Спасибо вам большое за вашу поддержку. Все читаю, все передаю. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok